Тему продолжим с нашей следующей гостью. Это Екатерина Чуева, заместитель министра культуры и информационной политики. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Добрый вечер. Знаем, что помимо физической защиты, о которой я только что сказал, памятников, есть также идея создать 3D-модели важных объектов, которые могут попасть в вода-встрел. Расскажите более детально об этом. Дело в том, что для того, чтобы впоследствии, в случае разрушений или повреждений, можно было реставрировать, либо же отстроить, возобновить в близком, скажем так, к первозданному виду, виде объект. Для этого необходимы 3D-моделирование. Сегодня 3D-сканирование является одним из основных методов, наряду с целым рядом других, которые используют архитекторы и реставраторы для того, чтобы работать с объектами. В принципе, очень небольшое, наверное, на сегодняшний день количество памятников. Сравнительно небольшое, потому что мы имеем их в Украине очень много. Только тех объектов, которые имеют статус памятника, насчитывается более 140 тысяч. Мы еще не включаем сюда тех, которые недавно признаны памятниками или будут признаны памятниками, или еще тех, которых мы не знаем, но они существуют и тоже когда-нибудь будут признаны памятниками после исследований и оформления соответствующих документов. То, естественно, только небольшая часть на сегодняшний день обработана или исследована таким образом, чтобы мы имели полный спектр всех возможных данных на случай того, если памятник будет поврежден или утрачен. А как, собственно, происходит эта процедура? Вы выезжаете на место, фотографируете, снимаете на видео, либо это какой-то специальный гаджет, который делает 3D-моделирование? Нет, непосредственно само Министерство культуры этим не занимается. Этим занимаются, обычно в мирное время, этим занимаются специалисты, реставраторы и те, кто имеет соответствующее оборудование и соответствующий набор знаний. Поэтому я сейчас, наверное, это не моя прямая специализация. Я бы не хотела это комментировать, чтобы лучше предоставить в этом смысле слово специалистам. Хорошо. Известно ли об ущербе культурному наследию, который уже причинен Екатерина Евгеньевна? Да, безусловно, известно. И, к сожалению, масштабы эти уже становятся угрожающими. Мы понимаем, что огромное количество объектов на сегодняшний день находится под угрозой. И... Простите, 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 сейчас, секундочку. Восстановилось, нет? Да-да-да, мы вас слышим. Сержи. Каков ущерб культурному наследию уже причинен? Мы сейчас говорили с Екатериной Чуевой. Она с нами снова на связи, была утрачена связь. Екатерина Евгеньевна. Сейчас, секундочку, мы дозваниваемся. И снова будет на связи. Екатерина. Да, мы... Наш разговор окончился на том, каков ущерб уже культурному наследию причинен. Сейчас, простите, что-то... Да, я пытаюсь, секундочку. Мы вас слышим, вы можете уже отвечать. Да, к сожалению, простите, это технические неполадки. Ничего, мы все понимаем, прямой эфир. Звонят и прерывают связь с звонками. Сейчас огромное количество материалов, которые на сегодняшний день есть, уже видео в сети свидетельствуют о том, что у нас, к сожалению, повреждено... Мне даже сейчас сказать сложно, какое количество памятников, потому что далеко не все учтено. В той базе, которую создало Министерство культуры, этих памятников уже на сегодняшний день более ста. Это около 127 объектов только тех, по которым проверено. И значительную часть этих объектов составляют объекты религиозные, то есть это церкви, мечети и синагоги. И еще часть — это непосредственно памятники архитектуры, потому что не все религиозные сооружения являются памятниками по статусу официального. Часть из них — это вообще современные постройки, но тем не менее важные для общества. Что касается объектов культурного наследия, я думаю, что счет сейчас уже идет на сотни, хотя мы не успеваем и ни во всех регионах, ни в тех местах можем документировать таким образом, чтобы оперативно вносить это в базу. Это будет возможно сделать только после освобождения территории, после того, как боевые действия будут завершены, и можно будет уже в относительно безопасной обстановке полностью все обследовать, зафиксировать, снять детально все повреждения, и тогда, соответственно, выстроится полная картина. Екатерина Евгеньевна, и еще один вопрос. Попали ли какие-то наши ценности в руки оккупантов? Известно ли что-нибудь об этом? На сегодняшний день мы имеем как минимум один случай, о котором писали на оккупированных территориях, это касается Запорожской области, это музей Особняк Попова, в котором, как написал директор музея в соцсети на своей страничке, была разграблена часть экспозиции, часть предметов, которые там находились, к сожалению, нам сейчас неизвестна их судьба, но были вынесены ряд предметов, в каких-то среди которых находился легендарный мраморный унитаз, являвшийся одним из экспонатов этого особняка, его уже пытались похищать в предыдущих войнах, в предыдущей истории этого места и дома-музея. Ну вот сейчас случилось нечто похожее, но, к сожалению, масштабы этих утрат мы тоже сможем оценить, только когда музейщики смогут вернуться на свои рабочие места и полностью провести сверху наличие фондовых коллекций, понять, что было, что осталось на месте. Это все очень напоминает опыт Второй мировой войны. И когда-то, когда мы исследовали эти вопросы и читали о том, как украинские музейщики, как в разных городах музейщики защищали произведения, находящиеся в музеях, а потом, когда они возвращались из эвакуации, заходили в эти разграбленные музеи, например, или работали над тем, чтобы сверять по документам фондовые коллекции, вот это сейчас очень похожая ситуация, к сожалению. И мы сейчас еще не имеем достоверных точных данных, потому что сложно связываться с поддерживать контакт там, где идут прямые боевые действия в активной фазе. И сложно также, небезопасно для людей поддерживать контакт на оккупированных территориях. Поэтому какую-то часть информации мы сейчас не можем или не можем ее вынести в публичное поле, или не можем ее получить. Поэтому будем видеть только позже, к сожалению. Спасибо вам большое. Напомню, нашим зрителям была Екатерина Чуева, заместитель министра культуры и информационной политики Украины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...